Сегодня мы продолжим комментарии Шарит Шувак, Шуха Наруха, урок высвечатель, Львхо Шлема, Уля Слаха Беконим, Шель Хадаса Батаху, Варих Валис Раэль, и мы дошли до главы Рейш Ваб 206. Как я уже рассказывал, обычно считается, что если сделал броху, которая в высоком случае не противоречит ничему, пусть даже она не совсем такая же, как установили Хазаль в данном случае, то ты после факта выполнил заповедь. И вот в частности, гемора заключает, что если человек сказал броху бурей прига дома на то, что растет из дерева, то он йоцэ. Хотя гемора дает на техническую причину, но из Ярушавии выглядит, что причина более банальная, что просто потому, что в действительности все это тоже растет из земли. Наша гемора пытается доказать, что только по какому-то мнению, по которому питается дерево из земли именно в данном смысле, сравнивает это с бекурим. Я же не буду вдаваться в детали, но во всяком случае есть гирса в Рамбоме, что он постановляет не как стамишно, получается, не как мишно в трактате Брахот, что яцэ, раз гемора делает таким-то, что это только как мнение, по-моему, раби Гуды, значит, может быть, халаха не так. То есть есть гирса в писаниях Рамбома, в Мишно Тора, что человек не йоцэ, если сказал бурей прига дома на то, что растет из дерева. Но другие исправляют эту гирсу и говорят, что это ошибка переписчика, и что на самом деле гирса Рамбома такая же, как у всех, а именно шчак йоцэ. Мы сейчас увидим, что Арычула будет касаться этого вопроса, нужно ли беспокоиться о мнении, возможно, мнении Рамбома, что бурей при адама не опокрывает даже бедеевы бурей при аэц. Итак, айн берешон лицэйон, шекотавши и варахши аколь, белокаймалан кири, видите, уже какой-то ахарон, берешон лицэйон, может, это урахайм акодоши, я не уверен, что, говорит, что мы, говорит, не считаем, как мнение раби Гуды, что бедеевы чак йоцэ бурей при адама брохой, когда скаут она то, что растет из дерева. Поэтому, если не уверен, лучше сделать шекотавши, потому что шекотавши точно покрывает любую броху, любой вид пищи. Двукаймалан кири, потому что мы не считаем, как ри, как раби Гуда, или деевит. Но у него немножко другая логика, похоже, он говорит, что мы не считаем, как раби Гуда, только бедеевит, значит, он согласен, что бедеевит шекотавши, как раби Гуда. Тогда чем же шекотавши лучше, шекотавши, что ли, отхила, что ли? И та и другая броха просто бедеевит, да, если что-то растет на дереве, как яблоко. Будь то ты сделаешь броху на нее бурей при адама, будь то ты сделаешь и аколь, это неправильная броха, но бедеевит они покрывают. Поэтому не очень понятна логика. Я не смотрел саму книгу, которую он цитирует, Решенный Цион, но логика какая-то странная, если действительно он просто пишет, что как ри мы считаем только бедеевит. Может, он имел в виду, что как ри мы считаем бедеевит из-за сафика, что раз мы не уверены, йоцей или нет, то новую броху не делаем. Что, скажем, знаете, первая мишна в трактате Брахот, когда дети раба Гамлеля пришли слишком поздно после полуночи, читать ли им шма. Так из нашей геморры выглядит, что он им сказал, что читать шма, что будете йоцей. А из геморры Ярушавли выглядит, что он не уверен, что вы будете ли йоцей. Он просто им сказал, что раз вы не можете сделать по всем мнениям, сделайте хотя бы по моему мнению. В смысле, что Хохамим не то, что полностью отвергивает от халахи, не то, что они только Гизейру сделали, что нужно до полуночи дать шма. Просто так как по Хохамиму уже не выполнишь заповедь, то хотя бы прочтите, как я после полуночи будете йоцей, по моему мнению. Так же и здесь, что так как Бореприадама покрывает Бореприадец только как сафик, но уже лучше, чем ничего, если человек уже сказал Броху Бореприадама, то теперь Бедееве рассказал-то сказал. Но Шагаколь это точно покроет. Поэтому, может быть, он имеет в виду, что лучше сказать Шагаколь. У Биркийосеф катав де Бореприадама адзивно. Биркийосеф с этим не согласился, это хида. И считает, что делаем Бореприадама, как на самом деле Шуханаров, собственно говоря, считает. Когда не уверен о Дама или Эц, то говорим о Дама, а не говорим Шагаколь. Деми буререт топей, что это Броха, она более, так сказать, четкая, что ли, больше выбирает. То есть, чем меньше покрывает Броха, тем более она считается высокого уровня. Например, Гамоции покрывает только хлеб и больше ничего. Самое главное, самое первое Броха. То есть, важность Брохи, она как бы, насколько она более четко описывает вид пищи. Поэтому Гамоции и Биреприагофин, они очень четкие. А Бореприадама, на самом деле, более четкая, чем Шааколь. Поэтому, если не уверен, говорит ли Бореприадс или Бореприадама, лучше сказать Бореприадама, чем сказать Шааколь, которая самая общая Броха. Вы видите, что дальше он цитирует Шагатарье, которого он уже много раз цитировал, который действительно обсуждает подробно то, что я уже упомянул, что нужно ли беспокоиться о гирсе Рамбама, версии в писаниях Рамбама, что «шепосек ло яца», что там написано, что Бореприадама не покрывает Бореприадс, даже бедевит. Опять же, основное следствие этого, это если человек не уверен, что это фрукт дерева или фрукт земли, по Рамбаму, если правильно это гирса, то лучше делать это Шааколь. Потому что Бореприадама, это будет Сафик покрыло ли, если, может быть, это фрукт дерева, и Бореприадама не покроет. А по мнению большинства мудрецов, лучше сделать Бореприадама, чем делать Шааколь, как мы уже сказали. Ну и варик Бореприадама, Мисафик, Виоладе икара, но сахарамбам кимошма, кесомишна, да яца. Но он говорит, что сам Шагатарье все-таки согласился с Кесомишна, то есть с Рабьёсом Каро, что правильно гирсу Рамбама, как и у всех других поским, что Бореприадама покрывает Бореприадца. Вегам гевирая мегада амар ула махло кедвилкатэмшау, значит, это приводит даже доказательств из Геморы на это. Следующее. Ло яца. Это идет на слова Шухонаруха, что наоборот, если он на то, что растет из земли, то, конечно, он не йоцы. Это просто ложь. Как можно сказать на огурец, что он Бореприхаец. Всевышний создает плод дерева. Огурцы не растут на деревьях, это очевидно. Есть, правда, многие виды, которые как бы сафек, и они в чем-то хотя бы, может быть, считаются то, на чем они растут, немножко как дерево. Говорят, что целый ряд видов, которые обычно Бореприадама, но если сделал Бореприадец, то БДВ не нужно бы Бореприаде делать. Но обычные овощи, конечно, к ним это не относится. Это в основном к таким полуфруктам. Собственно говоря, да, обычно в биологии, то, что называется в ботанике, фрукты, это не то же, что мы называем фруктами. Когда я говорю слово фрукт, да, вообще вот многие из того, что у нас в салатах обычно, как помидоры и подобные, там кабачки. Кабачки нет, баклажаны. Кабачки как раз они больше похожи на овощи. Но вот баклажаны, кажется, я не уверен. Там много есть, что на самом деле в чем-то может считаться как Бореприадец, или в любом случае биологически может считаться как фрукт. Но, по крайней мере, БДВ, некоторые из них, если сказал Бореприадец, будет шьется, нужно узнавать про каждый, как они растут. Да, есть же диспут вообще, чем отличается дерево от не дерева, как уже мы обсуждали на одном из предыдущих уроков. Что Роман сказал, что если снова, так сказать, под корень все исчезает зимой, и потом снова вырастает. Вот это тогда не дерево. Я уже говорил, что банан для нас это не дерево. В своем случае однозначно на огурец, если в скабуре при хаяц ты не будешь йоц, или там на морковку, на картошку. Это все очевидно. Кстати, я вчера, когда про зеленый лук мы говорили, я не совсем прав, кажется, есть разница между тем, что называется по-русски лук порей и зеленый лук. Я по-английски говорю лик, лик по-английски это перевод как лук порей, а не зеленый лук. Это не совсем тот же самый вид. Вот те виды лука, которые обсуждались, которые по-английски называются лик, которые хазаль считали, что едят только сырыми, а вареными уже броха жаакой. Вот, так это вроде бы лук порей по-русски. Итак, продолжение. Еще одна пометка, значит, насчет того, что то, что бреприяец, как мы сказали, не йоц. Тут много очень аббревиатуры, не всегда ясно, какого мудреца он цитирует. Я не смотрел в источник, который он приводит, но связано это со следующим. Очевидно, на что он здесь намекает. В геморе есть фактически два вида случаев, когда что-то может быть на дереве, но при этом не считаться плод дерева. Это либо что-то, что не главная часть плода. Мы уже обсуждали диспуты, например, по отношению, скажем, к клипа, к кожуре плода, какую броху делать. Иногда бывает, что вообще не сажать дерево для этих плодов. Вот. А также есть случаи, когда плод недостаточно созрел. И то, и другое не делает его бреприяец. То есть бреприяец это фактически главный плод дерева, который вдобавок полностью созрел. Достаточно, что обычно люди уже бы ели. Для других законов, для массы рот есть законы, когда именно плод считается созревшим. В общем-то, да, так или иначе, здесь каприсин, это вот то, что было упомянуто по отношению к определенному виду плодов, которые у них были в Израиле. То, что они упоминали. На что делается бреприяец, а на что не делается у этого конкретного дерева. Мы уже, кажется, это слово тоже встречали, да. Это вот была какая-то часть определенного вида конкретного плода. Все вот эти случаи, когда есть неуверенность, сделать ли бреприяец или бреприяец, то лучше сделать, конечно, бреприяец, но бедеевит чек йоц из бреприяец. В том числе, например, на всякие побочные части фрукта, как, скажем, клепа, да, кожура и тому подобное. То бедеевит, раз есть мнение, что это правильная броха, то, по крайней мере, после факта он выполняет заплат. Еще можно было бы сказать, что даже если это точно неправильная броха, но хотя бы это не ложь. Сказать, что это плод дерева, это действительно плод и действительно дерево. Только не главный плод, поэтому броху хаза не устанавливает бреприяец на него, но, по крайней мере, он в каком-то смысле плод дерева, продукт, так сказать, дерева. Опять они вот приводят эту шиту Рамбама и Нусах, по которому бреприяец все равно не покроет бреприяец, поэтому невозможно сделать бреприяец просто на всякий случай. Так он говорит, опять же, что брали Нусах, что бреприя дома вадой покроет бреприяец. Вянь шамби паним миротше им аль пирота адама шитувим и вушалим йотурми хайм шитинам ли варек шаголь имбирах бреприя дома яца бедеевит. Да, то же самое насчет того, что еще третий случай, да, когда мы говорили про фрукты, это может относиться и к фруктам дерева, и к плодам дерева, и к плодам земли, что если их варят, то зависит от того, принято ли варить или нет эти виды, да, что вареное, если хуже, чем, да, и нормально, люди не едят вареное, тогда броха больше околь. Так вот, опять же, если скал все-таки бреприя дома на то, что из земли и варили, или бреприяец на то, что из дерева и варили, даже если обычно не варят эти плоды, и обычно это невкусно так есть, но, по крайней мере, бедеевит шакьется, опять же, он же ложь не сказал, это действительно плод дерева, только его сварили, ну пусть он или отхила бы стала броха шаголь из-за того, что его обычно не варят, и обычно он невкусный, но, тем не менее, в любом случае, броха с бедеевит сработает. Все это верно и в одну сторону, и в другую, и то, что лучше сырым, и сварили, и то, что наоборот, лучше вареным, но его ели сырым. Бедеевит шакьется, если сказал броху не шаголь, а броху этого плода, фрукта ли дерева или фрукта земли, поэтому он говорит, что когда не уверен, тоже лучше сделать броху главную, а не шаголь. То есть, человек не уверен, едят ли такой фрукт сырым, или едят ли такой фрукт наоборот вареным, то бедеевит лучше сделать броху главную этого фрукта, а не шаголь. Из-за саффика лучше сделать броху, которая главная, а не шаголь. Раз бедеевит, то точно будешь йоцци. Хотя, где-то шаголь, бедеевит покрывает любую броху. Опять же, это броха, главная в данном случае, если что-то растет в земли, она главная для этого плода, поэтому лучше ее сделать, если не уверен, чем шаголь. Опять же, если человек не уверен, мы учили, что если человек не уверен, какая броха, лучше делать шаголь, это когда, если сделаешь другую броху, ты вообще не будешь йоцци. Но если ты не уверен, но бедеевит, брыпрядама или брыпряц сработает, тогда лучше сделать эту броху, чем броху шаголь. Поэтому, когда что-то, например, вареное ешь, и не знаешь, будут ли люди в основном есть этот фрукт вареным, лучше сделать его главную броху, бедеевит, это точно будешь йоцци. Виан биташи катавды ламанакет шуханарухши айали фанавши, а фил гаяда а то алав гадин кенкедали каман сиевхей, убешага тарье хифризалмидутавды гатам хабрахот шавад брыпряец. Ахгам би им хаяли фанав, нирам и раши, и тосфот дейн биркацинон потер эт хазаэт, у массикли халаха кедиври раши, дало маганиле в торбеке гайдау, гавневе царих ливарех альшалиец брипригаец. Это теперь новая вещь. Он обсуждает заодно такую ситуацию. Человек сделал бриприга адама, допустим, на какой-то овощ, и имел в виду покрыть фрукт тоже. Он сказал, что адама покрывает бриприаец бедеевит. Но это когда-то на сам фрукт, который растет с дерева, сделал бриприа адама, взял яблоко и искал бриприа адама. А допустим, яблоко просто лежало рядом с каким-то овощем или фруктом земли. И он искал бриприа адама на овощ и имел в виду покрыть яблоко тоже. То здесь даже бедеевит не покрывает, по мнению Шага Тарье, как он понимает, из Раши. Вяйн би бирки Йосеф, и говорит, смотри, опять же, бирки Йосеф, шеевиди в рей Шага Тарьеве катавли еше в асуге, ледат шуха наруху, мистабрта амей, кивонды бирах бриприа адама, аль бриприа цеца, им кен кешебиадо, бирки Йосеф спорит со всем этим. Говорит, что если бедеевит бриприа адама покрывает броху бриприаец, тогда если человек имел в виду покрыть фрукты дерева, когда делал броху на фрукт земли бриприа адама, то тоже должно бедеевит покрыть. Как раз оно в руках или оно рядом лежит. Если перед ним лежали разные овощи и фрукты, он сделал броху на овощи, имел в виду покрыть все, что перед ним лежит, то бедеевит должно сработать. Сила гэд кавоны, тем, что он имел в виду покрыть все, что перед ним, срабатывает. Гадоль коаха кавона. Он хочет сказать, что очень многие согласны с этим саком, как, собственно, и Шуханаров считает. Шуханаров считает, что такой ситуации, это йоце. И он говорит, что очень многие решения тоже так считают. Поэтому, говорит, бедеевит, уже, во всяком случае, мы не можем заставить человека еще раз делать броху, потому что это будет Сафвик, Броха, Леватала. Если бедеевит, человек, скажем, перед ним опять же был, допустим, огурец и олива, и он сказал броху на огурец, более приятома, и покрыл оливу этим тоже, то бедеевит, по большинству, решил ему ньоце и пошел ханаруху, и поэтому мы не можем сказать ему теперь, делай правильную броху на оливу. Раз бедеевит он ньоце, то нова никакую броху делать нельзя. Он говорит, но лучше, так как есть неуверенность, лучше вообще не есть теперь. Допустим, оливу в данном примере, то есть если он сделал броху на овощи, имел в виду покрыть боре приятома, просто не есть эти фрукты. Одно дело, если бы он на сам фрукт сделал боре приятома, тогда он не может не есть это, будет тогда броху Леватала, лучше, чтобы броха на что-то легла. Но здесь-то броха уже легла, на его овощи. Так пусть ест овощи, а фрукты пока не ест, или сделает специально хефсак, если потом захочет есть фрукты, ему нужно будет делать новую броху. Выйдет на улицу, например, там другие варианты. Также, если этот фрукт был вообще не перед ним, а может иметь в виду дополнительные овощи, в случае, когда человек не млах, это отдельный разговор, который обсуждается в разных местах шухонарухи и фаршем, если человек не млах, то есть он что-то стал есть, а потом ему принесли еще, или он захотел еще есть больше, чем он собирался, но вначале, когда делал броху, он не имел в виду покрыть, но и не имел в виду не покрыть. То есть он просто тело броху на какой-нибудь банан, а потом еще решил поесть что-то, что бре-пре-адама. В таких ситуациях тоже лучше не попадать в эти ситуации, потому что будет неуверенность, может, об этом ли ждет здесь. Нет, он все еще говорит все-таки про случай, когда второй из них это фрукт, то есть опять же, видимо, когда человек, значит, до этого, видимо, речь шла, когда человек сделал бре-пре-адама на что-то и имел в виду покрыть то, что ему потом принесут. Лучше, соответственно, это не есть. В смысле, бре-пре-эц, который потом принесут тоже. А вот дальше он говорит, что если он там просто сделал броху, и перед ним лежали то, что бре-пре-эц и бре-пре-адама, тогда он не покрыл бре-пре-адама тем, что сделал бре-пре-адама. Это вроде бы очевидно, потому что с какой стати он покроет брохой бре-пре-адама то, что не положено на эту броху. Если человек, например, опять же, допустим, огурцы и апельсины, и он сказал броху бре-пре-адама на огурец, с какой стати будет покрыт апельсин, только потому что он лежит перед ним. То есть, если он имел в виду и фураж покрыть апельсин этой брохой, тогда есть неуверенность, покроет или нет. Но если он не имел в виду, конечно, не покроет. То же самое говорит, если шааколь он сделал. Перед ним лежало, допустим, фрукты, овощи и мясо. Он сделал броху на мясо сначала, что неправильно, кстати. Должен был начать с брохи на фруктов или хотя бы на овощи, а не на мясо. Но если сделал броху шааколь на мясо, ясно, что он не покроет этой брохой все, что перед ним лежит, на что нужно другие брохи делать. Это только бедеевит покрывает броху, а не леотхила. Поэтому если он не собирался покрывать то, к чему эта броха не относится, с какой стати она ляжет на все, что перед ним лежит. Он говорит, что бедеевит покрывает брохи одинаковые, не покрывается остальное. Но уж точно то, что броха имеет другую, чем шааколь, шааколь не покроет это автоматически. Поэтому потом все равно придется делать брохи на овощи отдельно, на фрукты отдельно. Ваен бешал от отшивот реваш, беем царь отшива, им катав, шам катав, ми екат, лимимар, демишу, лефанав басару гвино, биркотем шавот, убирах, а лагвино, шея царих лавзор, левареха лабасар, бепни, мепни шея, шаванах лам яхад, махмат иисур, айн шаву. Нирады хейну, бемит кавен, о афилу бестама, кивон шедрато лейхор дам басар, он говорит, что реваш там в этой шуе обсуждает перед человеком сыр и мясо, сыр и мясо нельзя есть по велескому такому месте, но можно есть по очереди в каких-то ситуациях, правда старый сыр, немножко строг, но мы сейчас не будем в это вдаваться, в данном случае, когда можно есть по очереди, допустим, не нужно ждать особенно, только поешь сначала молочное, а потом там он моет рот и что-то съедает между ними, руки моет, так вот, говорит реваш, что конечно же броха одна покрывает и то, и другое, хотя одновременно он не мог бы есть сыр и мясо, но это не важно, раз он имеет в виду, он покроет, и автор пытается объяснить, о каком случае идет речь, конечно же даже может быть местама, если он не имел в виду мифураш покрыть, но так как он собирался есть сначала молочное, а потом мясное, то автоматически броха на молочное покрывает и мясное тоже, потому что если бы это было не так, то он был бы нимлах, да, если бы он не собирался есть, то это был бы нимлах, и тогда ему пришлось бы заново делать броху, но я уже говорил, что будет много нюансов насчет концепции нимлах позже, в каких случаях, да, он местама считается, что собирался есть еще, если принесут, окей, следующий закон, это все вот про тот же самый закон, что если человек сделал броху, бореприха дома, на что-то, и имел в виду покрытие бореприецов тоже, так понятно, что только бедевит, но не леотхила, леотхила каждый фрукт заслуживает брохи правильной, поэтому если есть фрукты земли и фрукты дерева, то нужно каждый делать свои брохи, а не полагаться на одну броху, бореприха дома, на все вместе, следующее, дибур, это, что не следует после брохи сильно прерываться, да, нужно сразу же съесть, как только броху закончил, так на это рома пишет, что даже леотемик де дибур, это занимает сказать три слова, шалем алайхем реби, то есть на эти пару секунд не следует прерываться, следует сразу начать есть, как только закончил броху, и не ждать даже пару секунд, предка, он опять цитирует своего прапрадедушку, умебуар шам де им шахах ве ахан бело браха, эйнло леварех бе тохки де дибур шеляхила, он говорит, описывает там, что если человек уже начал есть и забыл сделать броху, то после того, как он съел, не может сделать броху решенную, броху на то, что собирается есть, делать броху сейчас, леотхила, да, даже если ты тохки де дибур, то есть как только проглотил, невозможно сделать броху на то, что уже съел, только броху охранно теперь, но потом он пишет, на самом деле есть диспут на этот счет, поэтому хорошо бы, если человек съел что-то или выпил и не искал броху почему-то, сразу же взять такого же вида еще и сделать броху на то, что будет есть, и заодно иметь в виду покрытие то, что съел, вдруг сработает, да, допустим, человек выпил немножко воды и не сделал броху, то если он еще хочет пить, то взять воду, сделать броху и покрытие то, что выпил и то, что будет, тогда по некоторым мнениям, он ньется брохой, которую сейчас сделал, и на то, что уже выпил. Еще говорит, что после того, как броха уже сделана, нельзя разговаривать вообще, ни в каких ситуациях, даже чтобы ответить на приветствие, раввина, или там, ответить даже одно слово, потому что, в отличие от шма, когда разрешили отвечать на приветствие при определенных обстоятельствах, здесь будет броха льватала, если ты после брохи начнешь разговаривать, поэтому ни на что нельзя отвечать. Это действительно законно, и даже на кадыш не отвечают, пока не съел немножко. Если человек сделал броху, например, шаконь не об дворо, и еще не выпил, допустим, кофе перед ним, ни капли, тогда он не должен отвечать даже на кадыш, пока не выпьет немножко. Окей, последний, здесь, нет, предпоследний, шарит шуба, что, если, вот это как раз то, о чем я говорил, если у человека, он начал есть что-то, ему потом принесли еще, нужно ли делать новую броху. Так вот, шуклана говорит, что новую броху делать не нужно, но такое впечатление, что речь идет, когда он имел в виду покрыть все, что ему принесут. А Рыма его понял, похоже, что даже если он не имел в виду покрыть, что автоматически, если сделал броху на что-то, то автоматически покрывается все, на что такая же броха. То есть, если человек, например, сделал броху на яблоко, а потом, когда съел яблоко, решил съесть еще апельсин, то, может быть, пора мачек уже выполнил одной брохой, так сказать, все, что ему потом принесут. Только желательно ли отхило иметь в виду все, что принесут? Но, но ведь автоматически броха, допустим, при пресс, покрывает все виды фруктов, которые он будет есть. Значит, айнбергетэ веайн тавшин симэн ютэд, я не знаю, твотшор или какой-то мудрец. Машинэмар бэзэ веайн сивкатэн ламид гиммэль, им гивиу ли фанавш лошим агузим от акухим видаатоли холь кулам вигутто э бидаатоши, соберши царих ливарэх альколи хадбиф не ацмо, кишу надалу гаймет, ин царих ливарэх шинит, зело домили нимлах. Если человек по ошибке думал, что нужно делать броху на каждый фрукт отдельно, допустим, ему 30 орехов принесли, он на каждый делает броху, то если ему сообщили посередине, что брохи заново делать не нужно, то он может теперь положиться уже на брох, который сделан и есть дальше без новых брох. Мы не говорим, что раз он думал, что нужна новая броха, то как будто предыдущая броха только покрыла один фрукт. Раз он думал, что на каждую нужно отдельную броху делать. Мы так не говорим. Это не то же самое, как если бы новую вещь принесли. В данном случае ему просто новая информация появлялась, что не нужно делать новую броху. Это не млах. Он собирался изначально есть все эти орехи, просто он думал, что на каждую отдельную броху. Это все вроде очевидно. А вот что Шаричева не стал описывать, это все-таки какой закон для нас, в случае, если человек не млах, и что считается не млах? Так вот, Мишно Бруэль здесь делает много разных хилукин, и из его слов выходит таким образом, что если человек ест постоянную трапезу, тем более, если он ел хлеб, но даже если это не хлеб, просто уселся есть за стол, тогда никогда не нужно делать новые брохи на то, что принесли, потому что по умолчанию человек во время трапезы неизвестно, что еще ему принесут с такой же брохой, он по умолчанию все покрывает. Кроме как, если он специально имел в виду съесть только это, если Мифура считал, что он только это съест и больше ничего, тогда закон другой, но мы говорим о человеке, который стан, как обычно, делает броху и не думает, еще ему принесут или нет. По умолчанию во время серьезной трапезы всегда имеется в виду, что покроешь все. И также, если ты гость, так как гость не знает, что еще ему принесут, то обычно считается, что он полагается на хозяина, что все, что принесут, будет покрыто. А вот если он не ест постоянную трапезу и он не гость, тогда Мишу Бруль делает хилуки между, во-первых, если осталось еще то, что он ел или не осталось, то есть пока он ел апельсин, ему принесли новое яблоко, тогда броха не делается. Но если он уже доел и принесли новый вид, не такой же, как этот, то есть именно вот не еще один апельсин принесли, а теперь принесли яблоко, вот тогда, раз он уже апельсин съел, то помешно Бруль нужно делать новую броху. А если, скажем, это одно из них жидкость, а другое твердое, совсем разные вещи, тогда точно они покрываются автоматически. То есть если человек, например, решил выпить стаканчик пива, скажем, а потом решил съесть кусочек селедки, изначально он не собирался это делать, то мы не говорим, что шааколь покрывает автоматически, да, и селедку тоже. Как-то так. Ну, в общем, еще есть много деталей, которые я сейчас не стал даваться. Во всяком случае, вы видите, как много есть хилуки, это все-таки мнение Мишнабрура, а есть много других мнений тоже. Поэтому хороший совет всегда иметь в виду покрыть все, что принесут. Ну, как я сказал, по мнению Мишнабрура, если ты хотя бы сидишь и ешь в виде рыхковуа, постоянную трапезу, то тогда вообще все можно положиться, что по умолчанию все покрывается. Что весь вопрос, когда человек делает рыхокрай, как говорится, схватил из холодильника что-то, съел, и не имел в виду ни покрыть, ни не покрыть, а просто автоматически так сделал, тогда вот будут разные различия, в зависимости от того, успел ли доесть, когда ему еще принесли или не успел, и еще различия там. И на этом мы сегодня закончим. Последний здесь Шарль Шуван просто говорит, что смотри там в другой главе, где тоже обсуждаются подобные законы. И урок по сейчасу. Ихушлемо, ласлахавихоним, шель Хадаса Батахова, в Ихол Исраиле.